В 2006 году вышла вот такая вот монетка, посвящена она была тогда Читинской области. Ну и раз область Читинская, то соответственно герб на монетке был именно города Читы. Ну и так мы плавно, не торопясь, докатились до того, что у нас сегодня день города, день этого города. Есть такой город за Байкалом, Чита, и вот ему 364 года, исполняется именно сегодня, 28 мая. Год основания 1653, и вот Чита отмечает день города в последнее воскресенье мая, в 2017 году, это дата вот как раз сегодня. Чита, это такой город в России, административный центр Забайкальского края, расположен на месте впадения реки Читы, в Ингоду. По легенде город основал первопроходец Петр Бекетов, Однако современные археологические данные опровергают эту версию. Впервые поселение под названием Плодбище в Устье Читы появилось на чертеже Амурского бассейна в 1690 года. И вот в более поздней чертежной книге Сибири на левом берегу реки обозначена Слобода Читинская. Она же упоминается в 1701 году в ведомостях сибирских городов. К 1711 году Слобода стал уже острогом, который в 1797 году получил официальный статус села. Именно сюда в 1827 году были сосланы декабристы. В 1851 году в связи с образованием Забайкальской области село Читинское было возведено в степень города. Несмотря на то, что в нем тогда жило всего-то около 1000 жителей, все изменилось в 1897 году, когда через Читу прошла Транссибирская магистраль. Это предопределило развитие города как крупнейшего транспортного узла и промышленного центра Забайкалья. Как и в любом городе, в Чите есть свои достопримечательности, соответственно. Некоторые из них весьма молоды. Как, например, Казанский кафедральный собор или часовник Александра Невского, заложенный в 2001 году. Совсем недавно, в 2010-м, открыт еще один религиозный объект. Вот этот Читинский датсан, это уже ломаисты, буддисты, представляет интерес специфические музеи Читы, к примеру, музей церкви декабристов или музей Забайкальской железной дороги. День города в Чите по традиции отмечается в последнее воскресенье мая. Кроме того, празднуются здесь и религиозные праздники, некоторые из которых в этой местности чтятся особо. Так, местная епархия РПЦ считает одной из важнейших дат, 21 июля, день явлений казанского образа Божьей Матери, поскольку это престольный праздник главного храма города. В Чите можно найти кафе с национальной бурятской кухней. Знатоки, хорошо разбирающиеся в кулинарии, неизменно отмечают ее достоинства. Особенно они ценят мясные блюда, и вот в том числе особо вкусную кровяную колбасу. В память о Чите можно приобрести в сувенирной лавке деревянную статуэтку, шкатулку или украшения. Местные мастера хорошо владеют искусственной инкурсацией и созданием мозаики из дерева. Ну и вот то, что мы видим перед собой. Это герб города Читы. Современный герб Читы основан на историческом гербе, утвержденном в 1913 году и восстановленном в 1994 году. В золотом поле гербового щита изображен восьмиконеечный палисад, червленый с зеленью, сопровождаемый вверху червленой буйволиной головой с серебряными глазами и языком. Щит увенчан статусной короной, предназначенный для городов, центров, субъектов федерации. Щит также обвит ленты ордена Октябрьской революции, которым город был награжден в 1972 году. Буй его глава обозначает традиционное занятие скотоводством жителей области. Серебряные глаза и язык, наличие даурских серебряных промыслов, золотое поле, золотые промыслы в крае. Восемь полей палисада характеризуют строительное искусство и наличие в период освоения края русскими землепароходцами в XVII веке восьми военных укрепленных острогов Селингинский, Баргузинский, Ундинский, Яровнинский, Телембинский, Иргенский, Албазинский, являющиеся и административными единицами, и двухцветный фианифт палисада характеризует расцветку пограничного столба и то обстоятельство, что область имеет внешние границы с Монголией и Китаем. Вот такое вот у нас на сегодня событие. Ну и герб. Это понятно. А вот флаг, флаг читы представляет собой полотнище прямоугольной формы, разделённой на четыре элемента. Отношение ширины флага к его длине 2 к 3. В древковой части флага треугольник жёлтого цвета, к которому примыкают равновеликие горизонтальные полосы зелёного, белого и красных цветов. Соответственно, вот если их читать сверху вниз, где жёлтый или золотой символ богатства и справедливости, красный и червлёный символ мужества, храбрости, неустрашимости, зелёный символ надежды, радости и изобилия, и белый, серебряный символ чистоты, совершенства и независимости. Ну что ж, вот такое у нас на сегодня событие. Те, кто имеет к городу Чите какое-то отношение, я поздравляю от всей души вас с этим великолепным праздником. 364 года – это сравнительно большой срок, красивая цифра. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok